22 марта в 9 часов 7 минут по московскому времени с площадки номер 31 космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1А» с разгонным блоком «Фрегат» и кластером с иностранными космическими аппаратами в рамках коммерческой программы компании «Главкосмос. Пусковые услуги» входит в госкорпорацию «Роскосмос». В соответствии с циклограммой полета после двух включений маршевой двигательной установки разгонного блока «Фрегат» южнокорейский спутник КАС-501 штатно отделился на целевой орбите. Помимо космического аппарата дистанционного зондирования из Республики Кореи на орбит выводится аппарат для удаления космического мусора и спутник ДЗЗ из Японии, малый аппарат Саудовской Аравии для получения изображений Земли и обеспечения связи, спутники связи Технического университета Берлина, спутник Высшей школы экономики, Кубсат образовательного центра «Сириусы» Высшей школы экономики, а также спутник «Орбикрафт Зоркий» от российской частной космической компании «Спутникс». Всего на орбиту доставляются 38 аппаратов из 18 стран мира. Старт ракеты «Союз-2.1а» с Байконура — первый в этом году коммерческий запуск. Всего с начала 2021-го с российских космодромов произведено 4 космических пуска. 22 марта в соответствии с решением Государственной комиссии ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими космическими аппаратами «Ванвеб» вывезено с технического на стартовый комплекс космодрома «Восточный» и установлено в стартовую систему. Специалисты Организации госкорпорации «Роскосмос» приступили к работам по подготовке стартового оборудования. К ракете-носителю подведена башня обслуживания, предназначенная для предстартовой подготовки ракет космического назначения семейства «Союз-2». Предстоят автономные проверки разгонного блока «Фрегаты» ракеты-носителя «Союз-2», а также подготовка космических аппаратов «Ванвеб» к запуску, который должен состояться 25 марта в 5 часов 47 минут по московскому времени. Смотрите нашу прямую трансляцию. В Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина прошли экзаменационные тренировки основного и дублирующего экипажа МКС-65. Командир основного экипажа Олег Новицкий, бортинженер-1 Пётр Дубров, бортинженер-2 Марк Ван Дехай провели экзамены на тренажёре Международной космической станции и корабля «Союз». На долю командиров легла непростая задача выполнять тренировки по два раза фактически с одним составом экипажа, с нашими космонавтами в правом кресле и с астронавтами НАСА. Вот это, конечно, самая большая физическая, эмоциональная, психологическая нагрузка. С гордостью говорю, что выдержали всё, выстояли, с пониманием отнеслись к ситуации. Одна из приоритетных задач экипажа – встреча нового модуля «Наука» для российского сегмента МКС. Вместо модуля СУ-1 будет пристыкован, наконец, многофункциональный лабораторный модуль «Наука». И экипажу предстоит большая работа. Будет одна ВКД для отстыковки, в интересах отстыковки СУ-1 и последующей в интересах интеграции МЛМ. Это непростая задача – постыковать все коммуникации, провести, как говорится, на земном языке пусконаладочные работы, для того, чтобы всё это зафункционировало так, как хочется. Ну и вершина, что ли, готовности, подготовки модуля – это перестыковка транспортного корабля, на котором экипаж прибудет в ближайшее время на станцию, перестыковка уже к стыковому узлу модуля МЛМ. Запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18» запланирован на 9 апреля 2021 года с космодрома Байконур. В НПО «Лавочкино» продолжаются испытания аппарата «Луна-25». Миссия по изучению спутника Земли станет первой в современной истории нашей страны. Последний раз СССР отправлял аппарат «Луна-24» еще в 1976 году. В отличие от прошлых миссий, которые садились на экватор, новый аппарат должен совершить посадку в труднодоступном районе, на южном полюсе Луны. Это и есть лётная машина, которая отправится на Луну? Да, на 90% это та материальная часть, которая полетит к Луне. Мы сейчас находимся в чистовом помещении, где происходят электрорадиотехнические испытания изделия протолётного. В рамках этих испытаний мы отрабатываем взаимодействие всей бортовой аппаратуры, как электрической, так и логической, управление по штатному радиоканалу, также управление всеми системами с помощью бортового программного обеспечения. В научной части проекта «Луна-25» задействовано более 25 организаций Роскосмоса. Основные задачи после совершения посадки — исследование лунного реголита, изучение экзосферы Луны и поиск воды. Подробности о подготовке российской лунной миссии в специальном репортаже на Роскосмос ТВ в ближайшее время. Девять плотных рядов технологического оборудования занимают почти 5000 квадратных метров на площадке хранения. Это массивные баллоны для приёма хранения и выдачи воздуха, азота и гелия для космического ракетного комплекса «Ангара». Масса каждого — более 4 тонн, длина — свыше 6 метров. На Восточной они начали пребывать в июле 2020 года, и за 8 месяцев на космодром поступило порядка 1780 баллонов. Накануне специалистов оценки завершили их поставку. Общее количество баллонов на данный на сегодняшний день на площадке хранения у нас прибыло 1779 баллонов. На площадке хранения у нас находится 1607 баллонов. Из них 172 баллона были выданы для монтажа на технический комплекс. Первые партии баллонов для хранения и выдачи сжатых газов направили на дооснащение систем технического комплекса, который впоследствии обеспечит проверки ракетоносителя «Ангара» при сборке и испытаниях. Их монтаж уже завершён. И сейчас идёт обвязка технологического трубопровода. Оборудование будет предназначено для проведения пневматических испытаний ракетоносителя «Ангара», проверки герметичности, срабатываемости всех клапанов. В общем, вся пневматика будет заключаться в системе газоснабжения. Однако основной объём баллонов будет задействован в централизованном сооружении стартового комплекса «Ангара». для обеспечения работ по подготовке к пуску ракеты космического назначения «Ангара-А-5» и её модификации. Уже сейчас силами подрядной организации идёт подготовка к их монтажу. В цехах ведут укрупнённую сборку конструкций. По сооружению четвёртому, это централизованное сооружение, силами спецмарш-монтажа проводим работы с октября месяца по крупногабаритной сборке металлоконструкций для установки баллонов высокого давления. Мы приступаем к сертификации последней партии баллонов. То есть мы к монтажу нашей технологии готовы. В этом цеху проходит сертификация баллонов. И здесь же практически круглосуточно ведётся укрупнённая сборка металлоконструкций под установку баллонов высокого давления. Десятки сварщиков, 538 тонн металлических баллок собирают в конструкции. Такие работы было решено проводить в цеху до начала монтажа, чтобы сократить время работ непосредственно на объекте. В монтажных работах задействован 35 человек. Работают в две смены с 8 утра до часу ночи. Получается, мы приезжаем на объект и уже как конструктор лего собираем в помещении данной металлоконструкции. Нам не надо будет там резать, раскраивать металл. Он уже будет собран. И мы будем его по частям собирать. Мы уже практически на 85% укрупнительную сборку сделали. Пока баллоны временно разместили на специально подготовленной площадке для хранения технологического оборудования на стартовом комплексе космического ракетного комплекса «Ангара». После завершения строительных работ и передачи под монтаж технологического оборудования специалисты подрядной организации АОЦНКИ приступят к монтажу системы хранения и выдачи сжатых газов. Немного похоже на Марс. Так фотограф Роберт Барс назвал свой снимок, сделанный в чилийской пустыне Атакама. На снимке видна дуга Млечного пути, большое и малое Магеллановые облака, спутники нашей галактики, созвездия Ориона, Тельца, Большого Пса, Киля. Яркая звезда снизу. Марс. Туманность Калифорния. Наше Солнце находится в рукаве Ориона Млечного пути в тысячи световых лет от этой туманности. Красный цвет на фотографии характерен для атомов водорода, желтый, серый и синий кислорода. Классическая эмиссионная туманность примерно 100 световых лет в длину. Туманность Калифорния – популярный объект для астрофотографов. Ее можно обнаружить с помощью телескопа с большим полем зрения на темном небе в созвездии Персея. Автор снимка – Яник Акар. Метеорный дождь Гемениды на склонах Эльбруса. Автор – Михаил Рева. Снимок сделан на высоте 4000 метров при очень прозрачном небе. Справа виден главный Кавказский хребет. Съемка велась 8 часов. В общей сложности было сделано 1300 кадров, в которые попали 145 потоковых метеоров. На протяжении нескольких ночей было очень яркое атмосферное свечение натрия, раскинувшееся через все небо. Вопрос от Татьяны Акулич. Как рождаются звезды? Рождение звезд – это процесс преобразования молекулярного облака в светило. Разумеется, это не происходит в один момент. Требуются определенные условия и время. Звезда – это огромный шар, состоящий преимущественно из водорода и гелия, который образуется в газопылевой среде под воздействием гравитационных сил. Главный, важнейший этап в эволюции звезд начинается с объединения молекул водорода в одно облако. Именно водород – самый распространенный элемент во Вселенной. Далее следует гелий, который также участвует в образовании звезд. А в результате возникает молекулярное облако, которое часто называют звездной колыбелью. Гравитационная неустойчивость приводит к увеличению начальной флуктуации плотности молекул. Со временем увеличивается случайное отклонение концентрации веществ под воздействием гравитации. Поскольку космическая пустота состоит из молекул водорода, то при определенных условиях их объединение подвергается к гравитационному коллапсу. Условия, которые его вызывают, могут быть разные. Например, расположение облака вблизи взрыва сверхновой, столкновение межзвездных облаков или галактик. Присылайте ваши астрофотографии и вопросы о космосе на tv.sobaka.tviruscosmos.ru И до встречи в космической среде. Продолжение следует... Продолжение следует...